Говорит Черкесск Далее подробности. Далее подробности. В Карачаево-Чекесии пройдет многодневное голосование с использованием КОИБ. А в настоящее время по всем 43 кампаниям зарегистрировано 1035 кандидатов. Напомню, в республике на 11 сентября текущего года назначены выборы депутатов Думы Черкеска и депутатов Думы Карачаевского городского округа, советов Абазинского района и еще 40 городских и сельских поселений восьми районов. К замещению подлежит 461 депутатский мандат. В 14-этажном доме на 525 квартир по улице Свободы в прошлом году по программе переселения домов, все из моусилений которых признано нецелесообразным, квартиры получили жильцы семи домов. Всего здесь построено и строится шесть многоэтажных домов на 3202 квартиры. Срок реализации строительства всех жилых объектов – 2024 год. На территории Карачаев-Чекеси успешно реализуется программа социальной догазификации. Газопровод уже проведен в ауле Старая Джигутао с Джигутинского района, а для того, чтобы бесплатно протянуть до участка домовладения, необходимо подать заявку. На сегодняшний день в ауле подано пять заявок. Напомним, социальная догазификация предусматривает бесплатное проведение газопровода до участка домовладения. На сегодняшний день по республике подано 2780 заявок. Газовая инфраструктура уже доведена до 1777 домовладений. А в селе Курджиново у Рубского района на 2024-2025 годы запланировано строительство газоразводящих сетей. В прошлом году было начато строительство межпоселкового газопровода «Преградная Курджинова». В рамках реализации программы «ПАО «Газбром» по развитию газоснабжения и газификации в республике. Проектирование газоразводящих сетей по селу Курджинова запланировано на 2023 год, а строительство на 2024-2025 годы. Карачаево-Черкесия вошла в число регионов, которым будет оказана грантовая поддержка в сфере туризма в следующем году. Ростуризм в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на конкурсной основе отобрал 48 регионов, которые в 2023 году смогут провести конкурс для бизнеса среди проектов в туризме на грантовую поддержку. В частности, 44 региона получат около 3 миллиардов 100 миллионов рублей на создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, а также на создание и развитие национальных туристических маршрутов. На эти средства планируется поддержать порядка 375 проектов в регионах, в числе которых и наша республика. Победители региональных конкурсов получат гранты от государства в размере от 3 до 10 миллионов рублей в зависимости от типа проекта. Регион также получит поддержку на проведение событийных мероприятий в следующем году. По итогам проведенного Ростуризмом конкурсного отбора в список 36 субъектов, к которым будет выделено субсидирование для организации массовых событийных мероприятий, вошла Карачаево-Чекесия. Выделенные средства, в частности, будут направлены на реализацию серии мероприятий в рамках фестиваля «Притяжение-2023». Будет организована площадка для проведения мероприятий, разработана креативная концепция и программа, приобретено необходимое оборудование и так далее. Автопарк городского общественного транспорта республиканской столицы пополнят 15 новых автобусов. Мэрия Черкеска уже в следующем году планирует закупить транспорт. Как мы же сообщали, в этом году власти города закупили два десятка многофункциональных автобусов в модификации «Доступная среда» с расширенным дверным проемом и механическим пандусом. Еще 20 автобусов и троллейбусов начали работу после комплексного ремонта, практически полностью обновившего городской общественный транспорт. Многофункциональный центр будет перемещен с Калантеевского, 36, на более удобное место по адресу Ленина, 71, остановка Тургеневская. Это позволит людям легче добираться до учреждения на общественном транспорте. В Черкесске завершается благоустройство главной соборной мечети. Уже предстоящей осенью состоится его торжественное открытие. Сейчас здесь завершаются отделочные работы и благоустройство территории. В селе Счастливом Прикубанского района будет построена новая врачебная амбулатория. Об этом сообщил руководитель региона в ходе открытого чата с жителями республики на платформе мессенджера Телеграмы. Это будет новая, отвечающая всем стандартам врачебная амбулатория, где помимо амбулаторной помощи будет организован и дневной стационар. Строительство объекта начнется в 2023 году, а его сдача запланирована на 2024 год. Почти 20 тонн воды отправила Карачаево-Чекесе для участников спецоперации на Донбассе. Бутилированная вода общим весом 18,5 тонн приобретена при поддержке мэрии Черкеска. Груз будет доставлен в место расположения военных по линии Министерства обороны страны. «Единая Россия» совместно с представителями власти, меценатами и добровольцами организовала в Карачаево-Чекесе порядка 40 гуманитарных акций в поддержку военнослужащих и жителей Донбасса. Рассказывает заместитель руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия» Фатима Караданова. «Первые волны на отправке гуманитарных продуктов мы делали акцент на продуктах питания, потому что мы понимаем, что вся инфраструктура была разрушена, не было магазинов, людям негде было приобрести товары первой необходимости. Это были и медикаменты, и одежда, и продукты. То дальше у нас поступал постоянно запрос на именно воду, питьевую воду. То есть в воде нуждались не только мирные жители, не только беженцы, но и наши ребята, которые находятся на выполнении спецзадания». 27 августа на площадке фудмаркета «Агропарк Черкесска» состоится сельскохозяйственная ярмарка. Качественную и свежую продукцию по ценам ниже рыночных населению представят производители Карачаево-Черкесии и соседних регионов. В частности, в широком ассортименте будут представлены мед, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочная и мясная продукция, рыбные продукты, приправы и специи, овощи и фрукты, текстильные изделия и многое другое. Сотрудники Управления наркоконтроля МВД по Карачаево-Черкесии задержали иностранного гражданина при осуществлении тайников и закладок с наркотиком. Подозреваемый 25-летний гражданин Таджикистана, временно проживающий в Ставрополе, задержан в Республиканском центре. В результате личного досмотра иностранца и в сделанных им тайниках-закладках изято 26 свертков с веществом, которое, согласно исследованию экспертно-криминалистического центра МВД, является наркотическим средством метадон. Наркотик предназначался для сбыта на территории Черкеска бесконтактным способом. 1 сентября в Черкесске откроется Центр по выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи Карачаева-Черкесии. На конкурсной основе туда может попасть каждый талантливый ребенок для углубленной подготовки по самым разным востребованным направлениям. Здесь будут готовить ребят для участия в олимпиадах и конкурсах. Задача центра – ранее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта и научных дисциплин. Деятельность оригинального центра будет круглогодичной. В рамках празднования столетия Карачаева-Черкесии 6 сентября состоится праздничный концерт и открытие нового светомузыкального фонтана в центре Черкеска. 7 сентября на стадионе «Нарт» состоится главное праздничное мероприятие, посвященное также столетию республики и Дню Черкеска. Запланирован большой праздничный концерт с участием звезд российской эстрады. Дамбай вошел в топ-10 популярных горных курортов для бархатного сезона. Список составлен российским сервисом twill.ru на основании данных бронирования отелей и квартир туристами в августе и сентябре этого года. Так, в десятку популярных направлений отдыха попали Пятигорска, Красная Поляна, Екатеринбург, Новый Афон Абхазии, Чемал Республики Алтай, Бахчисарай Крыма и ряд других. Для детей, прибывших из Луганской и Донецкой народных республик, а также несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, на территории лесопарковой зоны базы «Усадьба» состоялись познавательные игры. Совместно с волонтерами ребята посетили аттракционы веревочного парка. Они преодолевали различные препятствия, отличающиеся сложностью прохождения. Для любителей подвижных игр были сформированы команды, которые соревновались в волейболе и футболе. Ну а для любителей спокойных игр полицейские подготовили викторины и кроссворды на знания прав и обязанностей законопослушных граждан. Спасатели из Карачаево-Черкесии приняли участие во всероссийских соревнованиях «Человеческий фактор» «Профессиональная лига». В региональных отборочных этапах соревнований приняли участие почти 60 команд из 81 субъекта Российской Федерации. В финал соревнований прошли 16 команд из 8 федеральных округов. Соревнования состояли из трех этапов. Карачаево-Черкесию представляли спасатели Республиканского поисково-спасательного отряда МЧС России и победители окружных соревнований. Спасатели из нашего региона показали достойный результат. Ну и последняя информация. 28 августа на курорте Архы состоится этап первой всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года. В частности, пройдут соревнования по велосипедному спорту в дисциплине маутинбайк. Всероссийская спартакиада является самым крупным событием отечественного спорта, а проходит она в 12 субъектах страны. Карачаево-Черкесия примет сильнейших спортсменов по маутинбайку. Всего за титул победителя будут бороться 76 велосипедистов. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 11-14 метров в секунду. Температура воздуха от 29 до 34 градусов тепла, а в горах местами плюс 24-29. А в южных районах высокая пожароопасность 4 класса, в Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем порывы достигнут 14 метров. Столбик термометра поднимется до 33 градусов тепла. Реклама Только до 4 сентября в Кисловодском цирке новая грандиозная шоу ГИИ и рация «Пещанная сказка». Таковы наиболее заметные события республики. Информационный выпуск провела Рита Нерова.